привет друзья это зверько это будет влог по личным вопросам как тебя зовут и сколько тебе лет зовут меня артем мне 31 год пока еще почему зверько меня прозвали зверем когда я по молодости лет занимался единоборствами и панковал и от этого часто дрался а чтобы мне не рассекала не рассекала губы зубами я скалил зубы так прозвали зверем а ник зверь очень часто занят и поэтому я передел его в зверьков сколько времени ты тратишь на игру в сутки играю я на самом деле немного не хватает времени наигрывать бои у меня в основном я делаю тесты и снимаю видео то есть ну что-то проверяю а вот на монтаж уходит по несколько часов хотелось бы узнать как и с помощью чего каких программ ты снимаешь и редактируешь и как это происходит вообще снимаю я или на запись экрана айфона или транслирую с ногса в bs монтируя водопремьер про какая итоговая цель вашей деятельности популярность или нечто иное на самом деле мне интересно было монтировать и озвучивать пока интерес еще есть а если будет нормальный доход от ютюба то можно будет этому уделять больше времени чем ты занимаешься помимо мл есть какое-то хобби я вообще человек множество хобби мое основное хобби это бои на холодном оружии покажу меч вот мой одноручный меч еще целый я уже несколько сломал полуторный меч тоже сломал шлем сахарная голова три килограмма стали или три с половиной где-то так турнирный и вариация викинговского только с увеличенными нащечниками чтобы меньше прилетала кроме боев я еще увлекаюсь фаер шоу но наше уральское холодное лето не позволяет частенько выходить ночью когда уже темно повращать что-нибудь то есть там менее 10 градусов и без одежды тяжело кроме того немного умею играть на гитаре на варгане это вот такая штучка и немного учился на блок флейте вообще много чего можно перечислить и но там все по мелочи какие у тебя не вымыл достижения но достижения у каждого свои мне было приятно победить в турнире по world of tanks командное первенство по уралу плюс к этому победы на турнирах по фехту и организация клуба медведь точнее я один из организаторов где может заниматься за минимальную плату там 200 рублей в месяц у нас идет чисто на оборудование эти деньги уходят может любой желающий приходить и заниматься вот я считаю это достижение чем ты занимался из секции в детстве хоровое пение и баян но это где-то проходил полгода потом кукольный театр в школе после школы ушу сань да позднее уже оружие и синицуань чем зарабатываешь на жизнь какова профессия и как ты стал официальным представителем мл я работаю на себя в сфере торговли с тур путевками не задалось как я попал в мл меня вначале взяли на озвучку но мне не хотелось чтобы мой голос ассоциировался с гайдами с которыми не я не согласен но и с посредственным монтажом начал учиться сам этому делу так и пошло-поехало планируешь ли делать совместные работы например стримы с кем-то или чисто соло честно сказать обычно на это не хватает времени поэтому задача сложная с кем-то скооперироваться тем более если делать с кем-то видео то направление у каналов разные ты хочешь развиваться из игры только в мл чтобы снимать несколько игр одновременно нужно время которое я трачу на работу тратить на youtube и больше времени но он не покрывает пока это финансово есть хочется да и коммуналку платить надо что ты делаешь свободное от мл и битья людей время я смотрю что-нибудь качественные сети хорошие фильмы и даже аниме поскольку нарисовать эмоции и сложный сюжет более реально чем снять это с посредством режиссером и актерами которые не могут ничего отыграть хороших актеров на самом деле весьма мало в общем то это все вопросы которые задали мне в группе вконтакте если вам видео понравилось ставьте лапки и пишите вопросы в комментариях под видео позднее я создам тему для группы вконтакте всем пока и и и и и